Вода бежит со всех щелей. Слил уже несколько тазиков, все обои внутри. Вместо восьмимартовского застолья – тряпки и ведра. Праздники жильцы многоквартирного дома встретили под холодным душем. Снег на крыше растаял, вода фонтаном хлынула в квартиры. Девятый этаж поплыл. На празднике началось. Я выношу мусор, я рано встаю, полседьмого. Выношу мусор, но в коридоре лужа воды. Думаю, черт возьми, собаку кто-то что ли. А потом поднимаю глаза, а там по стене ручей течет. Залило 106-ю квартиру полностью. У парня там потолок подвесной облез. И это обои облезли у меня. Видите, там обои вот облезшие. Вот до сих пор они. Вот они. Вот. Как текло, так и текло. Жильцы позвонили в управляющую компанию. Пока ждали сотрудников, начали спасать дом своими силами. Вооружились ход с перчатками, ведрами, тряпками и стремительно начали собирать воду. А тут же у нас труба, вот этот слив. Если там пойдет, и у нас коробка распределительная, мы тут сгорим. Жильцы еще перед праздниками просили УКА почистить крышу. Но их просьбу проигнорировали. Почему? Мы попытались выяснить. Капремонт кровли по краевой программе запланирован аж на 2029-2031 годы. Но сроки можно сдвинуть, отмечают коммунальные юристы. Дома можно провести экспертизу и получить техническое заключение о необходимости проведения безотлагательного ремонта капитального данной кровли. Сделать это можно при помощи управляющей компании. То есть она может найти соответствующую организацию, допустить ее на крышу, которая произведет осмотр, даст соответствующее заключение. И уже с этим заключением от имени собственников многоквартирного дома управляющая компания может выйти на межведомственную комиссию с просьбой перенести сроки проведения капитального ремонта крыши на данном доме. А пока вопрос будет прорабатываться, управляющая компания должна точечно латать дыры на крыше. Но и этого она не делает, возмущаются люди, и пока предусмотрительно не убирают ведра и тряпки. Вдруг вновь рванет. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Еще один видит.